давай но хочу напомнить это экономист работал в госплане это примерно то же самое что сейчас он работал в минэкономразвитии работе глина к нам разберите написал письмо со своими предложениями что происходило сейчас я боюсь что у путина не хватит так развернуто образовать просто политической экономия понятно а главная ошибка по моему действительно как марксист можете понимать простого чтобы соотношение производительных сил и производственных отношений новое производственное отношение до встречи чем производительные силы выросли они уже преодолели то что было феодализме уже нужно другой другая формация да конечно потому что у них вся вся как говорится все рычаги управления производством в руках поэтому вынуждены переходить производственные отношения начинает тяготить ее уже надо тоже надо убирать вас и он предлагает что нужно изменять наших производственных отношений вот эти три позиции которые вот он тут в конце этого раздела говорит что нужно сделать чтобы улучшить производственные отношения привести их соответствие с развивающимися производительными силами конечно да конечно да буквально после смерти отчеты не помню уже буду через два года уже все снижение цен не было все уже прекратили снижение полностью изменился будет план систем на то что потому что много чего поменяли до снижение цены там вызвать и улучшение качества значит повышение заработной платы значит не только до повышение заработной платы это одно но дело в том что значит показатель для предприятий если раньше был снижением увеличение производительности труда главный показатель и снижение себестоимости выпускаемой продукции то здесь стал показатель и как же его правильно алексей может и подскажешь ну как освоение этих самых средств как бы чем больше чем больше они за это там нарабатывали продукции стоимость продукции по стоимости продукции оценивали до по рентабельности да можно так сказать да вот то есть вот эти два показателя которые были до средины 50-х годов это прежде всего с снижение производительности труда вот и внедрение новых технологий они как были отодвинуты в сторону образование ну зили не стали да нет но нет почему она в общем-то было по техническое образование помню школах нас еще вот в детстве еще даже в отделе дам на это на предприятие пока что тут люди вот так работают то есть какая-то какие-то попытки были до попытки были производственного обучения но недостаточно конечно они постоянно смешались труды разделили девочки вода да 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 они только молотком сейчас вторые только порчевает но без того чтобы нет но ведь труды труды и сейчас как они внутри собой школы а как-то с предприятиями допустим не связано что там вот показать и пас пойти посмотреть может люди заинтересуются там пойдут работать на эти предприятия этого школьники ныне все такое сейчас практически нет но и тогда уже в 60-х 70-х годах уже тоже недостаточно было уже уже недостаточно было этих производственных связей вот школы по технического обучения уже недостаточно было политехническая же не только обучение труду также допустим наука логики было красу я уже не скачать школе логики уже не было в мою бытность 50-е 60-е годы уже не было и логики и уже убрали до места чтобы образование всего расширять круг они его сужали и управляли все более узкое русло это стимулы снизились и там изменилась среди насадка оплаты слушал автора по плану экономик плана есть ему предел быть инженером это может быть рабочих получать столько же развиваться еще с или просто потому что если у нас высокая квалификация да не был я такого не помню чтобы именно за высшее образование платили а вот что квалификации допустим шестой разряд и если выше то они сейчас сохранились и зачатую за доктора или сопротивляться до плавка идет то есть такой доктор выработать на производстве где там какая-то минимальная доплата ну это я не могу сказать в курсе я не в курсе там вы станет даже кучатов официально меня нет дальше мы это все они сама богатейши у него все было государственно то есть он ничего продать ничего продать и реализовать не мог он мог только пользоваться да 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 и он выдавал продукцию и получал и получал превращать нельзя нет он ничего не продать не бога он себе же получился не буду называть на стэшн максимум может быть выступает Да, он неплохо с тебя. Что-то худшито, пожалуй, единственный человек, который у нас вообще, в принципе, занимается. Советская экономика, нормальщика. Да, он у нас с того, чтобы идти в доход с куда-то. Постальные знают, что пристальные цены снижали, и это нормально, больше ничего не делал. Так, все? Да, наверное, все. Давай, включай. Ну, я, как говорится, на первых стаках себе письма хотел поставить, вместо меня же, для вопроса. Вот Гирошенко, его поименовали председателем Госпанова после Вознесенцева. Нет, нет. Раз он был председателем, он, по-моему, я был председателем. Я не помню, кто он был. Нет, нет, он не был председателем. Я так толстой всего нигде и не нашел. Это подозреваю, что это там было не такое нехило. Да. Хорошо. По стилю вопроса складывается впечатление, что это какой-то малолетний дебил, извините. 96-го года рождения, до 95-го года рождения, кстати. Почти целый вопрос. Это как бы максимальное, что на тот момент могла выдать экономический вопрос наука, если у нее такие вопросы. Значит, подождите, товарищ Сталин у нас единственный марксист в стране или как, который разбирается в теории. Либо эти вопросы как-то специально подбирались в роли таких мальчиков для битья. Либо эти вопросы, ну, само содержание вопросов как таковое не имеет, грубо говоря, значения. Для Сталин это просто повод поговорить. То есть, вот, содержание вопросов, мне лично непонятно. Значит, можно я отвечу на твой вопрос, Алексей? Значит, я вижу, я вижу во всяком случае, почему это все изложено в работе, в письменном виде и в таком тоне. Это все необходимо было для того, что для массового читателя нужно было просвещать молодежь, которая очень слабо разбиралась в вопросах политики, в том числе и политической экономии. То есть, это вот эта речь, это все разжевано было для того, чтобы мы могли прочитать и разобраться, что к чему. Вот в этих элементарных понятиях, таких как производственные отношения, производительные силы, их соотношения и так далее. И что такое товарные отношения, что такое продукты, обмен и для чего они нужны. Вот для чего это было сделано, я так полагаю. Да, это возвращает нас обратно к вопросу. А товарищ Сталин был единственным марксистом в стране, а больше никому это было? Ну, да, 30 лет уже советской власти. Ну, я не могу сказать, вот это не могу сказать. Но раз он взялся, значит, ему это было нужно, значит, это его интересовало, раз он взялся за этот вопрос. 30 лет нужно было отучиться, родиться при советской власти, защититься, в кернатуре получить документы. То есть, вопрос, откуда берутся такие товарищи Ярошенки? Да нет, он не такой уж глупый Ярошенко, я не вижу, что он глупый. Но дело в том, что он ошибался, действительно, он, видишь, как предлагал, что все, мы тут сейчас усилим эту деятельность, будем разворачивать производительные силы и все само по себе решится. Это естественное состояние любого решения. Это взгляд этих, взгляд, как ты говоришь, может быть, даже последователи Троцкого, которые красное знамя в руки взяли и вперед ни на что не оглядываясь. Пока не добьемся, не прибежим к цели, к которой мы рвемся. А нужно-то, оказывается, много чего сделать, оказывается, много чего нужно сделать, чтобы прийти к этой цели. И не так просто с красным знаменем добежать до нее. Смотрите, у нас постоянно возникают новые теории, гениальные. Так нет, ну, может быть, были и другие работы, потому что дискуссия-то была большая. Почему же начинали с того, что там целый год, прости, дискуссия была. И сколько там народу дискутировало, там неизвестно. Но там его немало было. Я не знаю, почему ты считаешь, что Сталин единственный экономист. Наверное, раз была дискуссия, значит, экономистов там много участвовало в этой дискуссии. Но он мог свое мнение высказать Сталин в этом. Почему именно вот эти вопросы откровенно глупые, может быть, нет? Но я опять же повторяю, что не всем, не все... Это ничего, потому что он этого не писал, или он специально в цехе написал такие глупости? Я пока ничего не говорю. Я хочу добавить еще второй факт, что начало 50-х годов – это расцвет такого явления, как Лысенковщина, вообще-то. Ну и что? Параллельно с ним, если Лысенко был в генетике, то в химии был такой товарищ Чичеринцев. Грубо говоря, занимался он примерно тем же. То есть обещал много, а делал мало. С каждым разом еще все плохо. Ну, может, его надо было разоблачить. Но нет, не попал он сюда. Он сюда не попал в эту работу. Науке же всегда там, да, конец истории Фукуяма. Сначала там все с ней сносились, потом Фукуяма не приплевали. Я, например, другой там пример, пассионариев придумали и с ними носились с этими пассионариями. Ну, тут товарищ Ярощенко решил придумать, как он там написал, высшая, умная, самая рациональная экономика. Вот это наша новая теория, это научная новизна. Он пишет работу, профессорское звание, яхта, дача, все дела. Это понятно, у него есть интерес. Все люди, человеки, все могут заблуждаться. Вопрос, я бы твой вопрос переформулировал друг другу. Прошло 30 лет. Почему на тот момент за 30 лет советской власти не нашло людей, которые смогли бы его осадить до того, как он дошел до ЦК? И свои глупые вот эти идеи донес, да. Я говорю, Путину ты напиши сейчас это, и он тебя будет это разъяснять. Это потому, что Путин будет делать пиар? Или потому, что никто этого человека не сможет подрезать, если кто-то его напишет Путину? Дело-то даже не в этом, что он ответил Ярошенко. Потому что Ярошенко, видишь, разослал письма в Политбюро. А дело-то страшно в том, что вот то, о чем он предупреждал, что нужно вот это делать, и то, что после его смерти это делать перестали. И мы пришли к разбитому корыту. Кстати, правильно. Вместо коммунизма, понимаешь? К разбитому корыту пришли. Если ты задаешь вопросы, правильно, как пишет Равич Сталин, надо давать и ответы на него. Понятно, что есть вопросы. У нас, по-моему, перед занятием тоже были эти вопросы. Ответ какой? Почему? Ответы мне есть, но он вам не понравится. Один из возможных ответов в то, что период после Второй мировой войны до смерти Сталина, грубо говоря, в науках любви, не тех, кто действительно что-то знает, а тех, кто придерживается правильной партии линии. То, что ты имеешь в виду? Королева, да? Я имею в виду, например... Ландау, да? Нет, 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 не стучите. Не понял? Не стучите пальцы. Есть такая Павловская сессия, проходила в начале 50-х годов. Кому интересно, погуглийте. Я просто сейчас не буду переставить все, что там говорилось. Но вот, как бы, звезды сошлись с тем образом, что вот у нас есть гениальный товарищ Павлов, и нужно развивать его теорию дальше. То, что воззрение товарища Павлова современная наука немножко подкорректировала, это как бы ересь, и нам не годится. В эту же картину вложилась товарищ Лысенко, который настойчиво подвигал идею героризации пшеницы Ну, было тогда, да, было. И наследование приобретенных признаков. То есть, если у коровы отрубить один рог, то в следующем поколении, ну, через несколько поколений, мы поручим однодругу коровы, грубо говоря. На этот аргумент есть замечательное возрождение, правда, он немножко неприличный. Тут есть дама. По легенде, как-то его спросили, как объяснять товарищ феномен герстенец тогда. Да. Значит, Алексей, ну, тут вот столько. Никто не говорит, что не было ошибок и заблуждений в этот период. Ну, в целом-то ведь, ну, это же неумышленно было сделано. Погодите, Алексей, ты хочешь сказать, что Лысенко победил только потому, что он придерживался правильной партийной линии. А все было правильное обращение урожая пшеницы, а генетики, которые были против, на тот момент, извини, генов еще не было известно даже, и они точно такие же пустые. Именно потому, что Лысенко 15 лет подряд обещал повышение урожая пшеницы в ближайшей перспективе, фундаментальную науку, которая как раз-таки ничего не обещала, потому что не знала. Никто не знал, что это не возможно, что из этого получится. Никто не знал, что ее задвигали, как вредную и опасную для строительства социализма. И что в итоге из этого получилось? Ну, понимаешь, там было два института. Грубо говоря, ты должен был спонсинсировать оба на что. Один на то, что будет работать на результаты, давать вздрящуюся пшеницу, а второй будет говорить, нет, нельзя, у вас есть там какие-то гены, мы их, правда, не знаем, где и как они выглядят, но они есть. Тебе не кажется это странным? Это Синька-Лысенко уже критиковали вообще-то в 30-х. Критиковали в 40-х, критиковали в 50-х, критиковали в 50-х, критиковали в 50-х, критиковали в 50-х, критиковали в 50-х. Понимаешь, это сейчас легко сказать, что он был неправда. Я думаю, что и выиграл, потому что он взял партийную линию. Здесь так не было, извини, уже в 30-х знали, что он неправда, но поскольку он пользуется поддержкой партийного аппарата, ничего ему сделать не могло. С высоты, за что до того, что генетика начали отгонять генетикой. А генетики не поддерживались? Они, честно говорили, мы не знаем. Мы не можем дать таких темпов, которые вам обещают лысинку. Куда они не кладутся? Куда они не кладутся? Куда они не кладутся? Окропить зачем? Алексей, сейчас с высоты 21-го века, конечно, легко, очень легко нам это самое, мы, это самое, как бы долбить наших предков за ошибки, понимаешь? Явно, что были ошибки, кто спорит, и никто не спорит. Но мы-то теперь что должны сделать? Мы должны изучить это, учесть эти ошибки и не повторять их. Вот что важно для нас. Но то, что для нас ценного осталось от них, от наших предков, в том числе от Ленина, от Сталина, от Маркса, нужно это взять на вооружение и пользоваться этим. Вот в этом проблема. Но когда я начинаю их вам рассказывать, вы делаете круглые глаза и говорите, что ничего подобного не было. Я такого хоть раз тебе сказал, подожди, я хоть раз тебе сказал, что такого ничего подобного не было. Были ошибки у всех? Владимир Владимирович, это не ошибки. Это цена права государственной политики. Так, а почему она не ошибка? Почему она не ошибка? В Космос вышли, потому что он был по противной линии. В Космос мы вышли уже в Хрущевле. Она работала-то когда была. То есть заслуга Хрущева. Это ядерная бомба, ядерная бомба. Ядерную бомбу делали, да, пристали. Потому что и это тоже, и Королевчата, и Космос, и они все работали, пристали. И поэтому сделали или нет? Если вы этого не сделаете, то махана. И поэтому Сталину пришлось немножко свое... Это как-то с пшеницей был выбор. То есть, можно было не делать этого. Да. Голодно уже будет страшно, что... Это не что, что страна только что два голода пережила, да еще война была, и на носу Третьей Мировой уже голода. Какая война? Ты чего? Ну хорошо, давай Тридцатый. Мы просто текущую работу... Потому что Лысенко это еще не самое главное в нашей истории. Не самое страшное. Хорошо, Тридцатые годы, тем более. Давай Тридцатые годы. Хорошо, прошел голод, иди еще один голод. И ты говоришь, что такая... Минимум, который поддерживает все население, он не нужен, он не важен. Что ядерная бомба нужна, а ужирать население не доходящего. Ты это хочешь сказать? Ад? Я тебе хочу сказать то, что... Вот эта методика иераризации... Ты знаешь, как она вообще проводится? Да. Точно знаешь? Я читал, да. То есть, крестьяне вместо того, чтобы весной просто посеять зерно, заняться чем-то полезным. Они это зерно начинают закапывать в землю пораньше, потом через некоторое время его, грубо говоря, перекапывают, и только потом сеют. Ты технический процесс рассказываешь, как это делается. Вопрос, для чего это делалось. Мичулин, извини, тоже в тридцатых работал еще. Делалось это... Делал то же самое. Потому что им обещают, что это повысит урожай. За счет чего? За счет придумки якобы лусенка. Почему якобы? Во-первых, ты... Потом состояние впоследствии не подтвердилось. Во-первых, ты выпускаешь. Что я выпускаю? Я изучал вопрос. Два разных посыла. Первый. Действительно выращивают сорта, которые более устойчивы. Идет естественный отбор. Те зерна в таком случае выживают только те, которые выживут. Идет... Это образование нового сорта. Это раз. Во-вторых, лусенка, что главное, предлагал. Такой эффект, когда в стручке злака идет один стручок, и там идут зерночки. А лусенка пытался вывести, когда стручок ветвится. И там получается вместо одного колоса на одном растении, на одной травинке, получается несколько колосов. И, соответственно, за счет этого в несколько раз урожай возрастает. Но это не реализация. Это не реализация, правильно. Я это был бы назвать, честно. Это была придумка, между прочим, лусенка. А оказалось, что нет, нифига, признак не сохраняется. Но это потом узнать, понимаешь? Потом. А там показывают. У тебя показывают один колос. А один колос, где сразу сем колосков. И где в несколько раз, где-то на больше. Вот товарищ Станин, он приносит, мы вот это будем сейчас пытаться изучать и двигать, дайте денег нам. Или вот туда, тем людям, которые говорят, мы еще не знаем, что есть какой-то ген, который открывает через 7 колосков. Второй год принести 7 колосков. Вырастить не там, не там получилось. Сколько еще нужно лет принести вот это вот за лепуху, чтобы понять, что это не работает? В промышленных масштабах. Вопрос такой. Ты знаешь, на него ответы? Я знаю, что это не работает. Сколько ты сейчас знаешь? Потому что, дабы, стоять с вами, я спрашиваю, сколько? Надо было лет принести вот эту за лепуху с ежегодным провальным результатом, чтобы они поняли, что это не работает. Я не агроном, но понимаешь, даже я в детстве читал рассказ про то, как мальчик собирал на огороде, выращивал у себя с дома новый сорт ученицы. По-моему, он лет 7 выращивал ее для образования нового сорта. Я так понимаю, для устойчивости сейчас, чтобы сорт вывести, надо лет 15-20. Это новый сорт вывести. А тут, извините, новое растение по факту. Сколько лет кукурузу, допустим, или картошку выращивали, пока она пошла в промышленную? Может, так. Это ты учитываешь, что якобы он действовал слепой, и династики его все время не критиковали. Не слепой. Они объясняли, почему так не может быть, почему приобретенные признаки не могут насаждаться. Был накоплен большой империйский материал, что все случаи, которые ранее выдавались за наследие неприобретенных признаков, объясняется либо химеризация, либо, грубо говоря, нечистотой эксперимента, когда смешивали два разных сорта. Все это предъявали товарищу Сталину. Ну, не товарищу Сталину, как бы в комиссию по... Комиссия сделала выбор, она выбрала грузьевку, он обещал больше. И наглядно показывал, вот, пожалуйста, пшеница с несколькими колосками, пожалуйста. А эти говорят, да мы вообще ничего показать не будем. На кого ставят? Стал. Понимаешь, в СССР в то время было таких ученых, которые обещали что-то там такое, что в итоге не сработало. Было очень много. Их было очень много. У всех было конкуренты. Ну, давай, допустим, вот, первое, что приходит, безоткатные орудия, по-моему, Гробылев или как-то так, Гробов. Или Гробов или Гробылев, как-то так, фамилия. Ну, я понял про Гробов. Да, вот, забыл фамилию, вылетело. Вот, пожалуйста, он разрабатывал. Сработало, не сработало. Алиоконструкторов было очень много. Далеко не все могли делать то, что летает. Далеко не все. Даже нам известно, мы смогли делать то, что летает, когда их посадили в шарачку. До этого у них оно все падало и разваливалось. Королеву, ты не помнишь, что посадили? Его посадили за то, что он в 30-е годы разрабатывал управляемую крылатую ракету. В 30-е годы. Как раз про которую ты говоришь. Когда мы крылатые управляемые ракеты появились? Конструктору Т-34 посадили за то, что он разработал, собственно, саж. Такого посадили за то, что он разработал. Кошкина посадили. Посадили. Кошкин умер от воспалений легких. Он даже организовал марш до Москвы. Или показать? Ну, подхватил воспаление и умер. Ну. Вот кто его куда посадил? Кстати, Кошкин хороший пример. Работал на публичной фабрике. Бублики делал. Человек предложил... Это когда контрпример, когда деньги, выделенные якобы, и потрачены нецелимым способом, потом, впоследствии, купили стоимость. Ну, где нет на всех не хватает. Вот тебе выбор, ты должен выбор делать. Ну, вот и вы не выбрали. Ну, выбрали Лысенко, оказалось, была ошиблась. Ну, да, то, что... А с Кошкиным угадали, и что... В чем проблема? Ты говоришь о том, что Кошкин продвинулся со своим 34-й, а потому что он линии партии соответствовал? И вот все... А, вот, о чем я тебе сказал? За это пострадал. Все хорошее вопреки Сталина, а все плохое, благодаря Сталину. Об этом уговорим. Правильно? Так, на самом деле, то, что вот эта партийная линия в то время очень сильно влияла на науку. Да, на самом деле, науке все равно к этому партии. Она двигается и стреляет. Только с до тех пор, пока ты не начинаешь выяснять, откуда на науке деньги. Нет, поэтика всегда влияет на науку. Деньги надо выделять. То есть, стимуляция государства. Говорите о независимости науке, может только тот, кто ни разу не имеет понятия, что это... Такая не может быть отделена от политики никак. Она уже... Ну и в чем проблема, что партия это контролировала? Она не должна была это... Она это не контролировала, она диктовала нефункциональное решение. Но есть народная потребность, вот, и компенсировали науку. Извини, я понимаю, что Королев был вопреки, Кушкин был вопреки. Но понимаешь, если мы сейчас начнем всех делить, у тебя получается половина благодаря, а вторая вопреки. И как-то эта схема твоя немножко не работает. И Рощенко, извини, он сидел в госплане, экономистом был. Не последний человек, он писал напрямую в ЦК. И только там, таких там и держали, которые, собственно, были... Что с товарищем Рощенко после этого сделали? А я не знаю, что с ним сделали. Сталин сказал арестовать его, посадили. Так, или кинем. Не знаю, что с ним сделали, но... А потом, после смерти Сталина, были и билетировали. Даже был 95-го года. Я знаю, что туда двигались как раз такие люди, которые не были сильные, соответственно, людьми партии. Пример тоже Хрущев. А ты кричал, Семерно, да? Ну, Хрущев. А некоторых гениев, Ческоролева, приходилось терпеть и Курчатова, потому что без них совсем хана. То есть, если у тебя получилось создать ситуацию, когда ты не заменик, то тебе давали относительно свободу. Если получалось так, что ты, сука, умный, партия, линия партия несоответствует, что тебя задвигали. И в лучших пусть тех, кто-то... Это уже какая-то теория Загорода с этим был. Не было против власти. Он не был против власти, он был против решательства партии наук. Нет, а вопрос другой был. В смысле, больше пора. А что же он партию-то писал, когда своих коллег пытался загнобить и посадить? Он партию-то писал? А кто писал? Королев на своих коллег. Доносов. Ну, извините, это уже усвоенная культура. Нет, а потом посадить за то, что он его в 30-е годы отправляли в Америку, и он просто там, ну, наворовался. Я читал, писал. Не помню только какой источник, но он писал, потому что он их в 30-е годы, и там выделили деньги на закупку. Понимаешь, тогда они у тебя как правильно заметил, они все были в партии. Ну да, все были в партии. И что, ну, это была партийная борьба в том числе. И противными методами науки. И в чем проблема? Сейчас не так происходит, или как ты этого избавишься? Если ты людей сегодня так от этого избавиться, это было бы очень интересно. Но, наверное, не надо партии науку лезть. Что ты только что сказал, что политика и наука не могут быть длины друг от друга. Наука прекрасно управляется само собой, не надо и диктовать. То есть может быть политика и наука вне политики, может быть, на ворот. Наука не может быть вне политики, но политики не надо лезть исключительно часто от науки. Ну, ну, лезь-то все равно приходится. Ты деньги тоже, что значит приходится? Где приходится выделять науки деньги, кому ты будешь давать деньги? Вот приходите, я академик, я математик, дайте мне денег на историю. Я сейчас пойду открою в Новгород, который был построен 20 лет назад. Он наученый, ты импортивный деньги, что это будет сделать. Лезешь каждому ученому в лаборатории, смотришь, чем он занимается, даешь телевизорный грант или как. Есть бюджет академии наук, которым она сама сближается по самому усмотрению. Ну, вот, рассказываешь, Лысенко, он был, насколько я помню, в этот момент академик или нет, он был уже академик. Ну, он эти деньги направил на слово про это, на динаме эти, как сказал, извините, вам, не поддержки партийного аппарата. Ну, вау. Было несколько таких случаев, когда научные споры заканчивались привлечением партийного аппарата в результате уставных, которое привлекало, выигрывало. Ну, а как ты без этого, не вмещая политику, а кто будет орбит? Кто будет орбит в этой ситуации? С вами ученые пусть решают. Ну, вот они не могут решить, что они могут решить. Ну, они не могут решить, кто из них прав, кто не. Кто они, что они смотрели, или смотрели, или смотрели решить? Не спередыши. Если у вас есть люди, которые готовы к ненаучным методам для решения вопроса, грубо говоря, то тут уже, извините меня. Так наука это просто система знания, она характеристична. Это система знания, это система знания строится людьми, в конечном счете. Да, все люди, людьми, и политика, и экономика все делается людьми. Ты просто мешаешь мягко и стеклам. Погоди, ну, получается, у нас тогда разница только, насколько глубоко может партия влиять на науку, правильно? Я говорю, что она по-хорошему, она не должна туда лезть. Как она может туда не лезть? Она дает заказы, то есть есть потребность населения, допустим, в быстрых автомобилях, и только ученые могут эту проблему решить. Не сам чиновник не может до этого додуматься, но, может быть, если он генит. Банально. У нас есть потребность паркать по небу, как... Ну, допустим, есть такая потребность. Ну, что? Наука не знает, пока... А вдруг открыт, стрельнула и сейчас знает, и что? Что значит вдруг? Ну, вот, деньги выделились, она решила эту проблему. Погоди, а давай, вернемся к классе дальше, куда я на этот слысенком надо было бороться или нет? Или надо было по-прежнему? Несколько ответил на свой вопрос. Вот они поборзли. Разве это получилось, свалить только после чего вообще нет? Понятно, я про то, что надо было бороться с слысенком, но тогда не угадали, боролись не слысенка, а с генетиками, ну, вот и все, может, о чем говорил Владимир, туда честь, а чем-то бороться надо или не надо было слысенка? Да, это очень уж систематическая в том, что она вышла на второе место в мире, а ты будешь очень систематически. Ну, то есть, больше было все-таки плюсов, чем минусов. С пятого, два. Я понимаю, что зиме, зенит вообще-то, рассвета науки, это скучало по позднему Брежнюю. Каким показателям? По количеству научных работ, что ли, публикаций? Во-первых, по свободе обсуждения, собственно, научных вопросов. Во-вторых, по... Свобода обсуждения, это свидетельческий комплекс. То есть, это необходимо для зрителей науки вообще-то? Пожалуйста, я говорю, вон, кто только не существовал при Академии в 30-е и 40-е годы. Все существовали, все были... Существовали ничего-либо, еще не показатели качества. Свобода дискуссия. Вон, пожалуйста, совершенно берет, пишет ЦК. А там была свобода дискуссия, да что ты говоришь? Ну, а что мы сейчас прослушали? Дискутсия, грубо говоря, чьи хвостили, так вот просто... А что, не надо? Не надо. Игорь, почему ты считаешь, что лысенко надо было дернуть, а в другую сторону не надо? Вот, дернив или не всегда по... Я считаю, что лысенко должны были закапывать сами печеные. Без привлечения банки еще раз, не трениров. Игорь, они его закапывали. Илысенко закапывал их в свою очередь. Вот один прекрасный момент, им это надоело, и не обратились в парке. Партия решила... Не, не только конкретно. То есть лысенко никто не пришел, а псалдоносов. Их писали, я точно помню. Были на него взносы. Если у вас одна страна начала от принимателя применять ненаучный метод, то что вам остается? Опять же, наука не может быть в ней политики. Сейчас в любом ВУЗе то же самое. То есть они должны вести себя чисто как политикой. А не административным ресурсом пользуются, потому что он есть. Если ты академик, у тебя есть административный ресурс, ты им пользуешься. Тебе есть авторитет, ты можешь авторитетом пользоваться. Тоже перестает быть на опытом. Как это прирастает? Очень просто, потому что... Науке цель истины. Если вы можете, грубо говоря, не доказав истинного оппонента, просто его посадить, то науке автоматически выиграетесь. Я тебя перебью сразу. Потому что науке не истина, а поиск истины. А вот поиск... Конечно, это истина. Нет. Поиск. Ученые ищут. Истина. Ты можешь не найти до конца жизни, но ты ее будешь искать. Ты будешь искать у друга разными путями. В генетике, в физике, где угодно. Ты ее ищешь, правильно? Сам процесс получается? Да. Поиск может быть ошибочный. Ты можешь пойти не туда. Можешь. В чем рублей? А если этот ошибочный поиск соответствует теме партии и объявляется истиной? Как он может объявляться истина? А тут ищется политика. Когда ты просишь денег, дайте мне денег или три колхоза для изучения генетики. Встает вопрос. Мы тебе сейчас выделим, колхоз будет заниматься хрен знает чем, а у нас людей кормить нечем. А ты сейчас эти деньги спустишь на свое. Извини, на всех денег не хватает. По факту он и занимался хрен знает чем, и людей было нечем кормить. В итоге, да, у Гусенко не получилось. Его путь был ошибочный. Каковы все-таки результаты вмешательства политики в науку все-таки положительные? В данном случае не только достаточно выше. А если вспомнить ситуацию с королевым, там же не будет, что-то загнание, значит, засматриваемся за самыми черными. Да. Потом, как же, раки, они загнали в порядке. Ничего не получилось. Ну извините, такая была культура уже вторая. Правда, пришла партия, всех тнуло, и стали все работать, как шарашки делали. Пишли, тнули поликарповые, поликарповые, давай истребители пачками выдавать. А до этого сидел хрен какой-то делал. Где ничего не летало. Ну вот под вас делал. Но есть подозрение, что летать на силуэру не после того, как, ну что там, его обсудили в садах шарашку. И там начал лютуберственно работать. А после того, как съездили в Германию, или необходимо чертежи. А я такое читал про... Чертежи и не смогли их запустить. Что значит, смотри. Работу пили месяц, сто десять, и вы не смогли запустить. Читал, поэтому сейчас утверждать не берусь. Но факт широкого взаимствования технологий в Германии в таксанты, это... Да, съездили, купили, деньги государственные потратили, а самолет не сделали. Что с этим не любил знать делать партия после такого? Простите. Вы говорите. Вы говорите. Вы говорите. Понимаешь, вот у тебя сейчас война будет, тебе жрать будет нечего. Или летать будет не на чем. У тебя люди взяли денег, ездили в командировку, построили себе института, брали замов, секретута, базу отдыха, санаторий. Ты все себе построил, где результата. Результата нет. Партия должна контролировать результат или кто? Ученые, наверное. Ученые. А тут у тебя получается, вот как знаешь, у нас Чубай, чем еще сейчас самым занимается. Но какими-то там нанотехнологиями занимается. Результата ноль. Чубай сидит, деньги отливают. А результата ноль и все нормально. Чубай, это как раз таки современный волосинка. Который очень удобно устроился. Благодаря связям верхушки. Результата на андефолских тень. Благодаря тебе. Результат на андефолских тень. Партия благодаря… Вот сейчас понятно, зачем Чубай с ним нелетные деньги. Сейчас даже споро этого. А то есть, тогда деньги перелись и куда они девались? Спросил Исенко? Ну вот, не чисто гипотетический он умер, не может. Куда он девал эти деньги? вот он свой вот значит умер есть и связаны никого куда дел деньги чубайс мы знаем куда вошел уходит кипрские пожалуйста куда год сейчас входит и тогда подарили уходили что значит папина граница была замки возвращаясь куда ты можешь дать у себя служебы ты не можешь продать ты куда эти деньги пустишь будешь как корейка на чемодане с деньгами сидеть я изучаю я тебе не готов вот м до последней запятой рассказать я говорю что твоего и довод о том что у семка занимался тем же что и чубайс не верен мой долг состоял в том что чубайс и лысенко это примерно 2 тоже потому что очень удобно устроить не знаю у лысенко были конкретные работки были конкретные результаты да не получилось а то есть на сад же аспаре 10 лет я могу лысенко назвать тебе два примера хотя прошло время за несколько лет какие наработки есть учебайся по нам помню на передачу приходилось на валютом чемодан чего-то пересек ты помнишь что было в чемодане ну значит эффективностью больше еще не 8 но заниматься его не говоря о том что чубайс вообще не ученый все-таки был ученый сенька тоже не у него ученого но роман академикам а ты посмотри его начал научной карьеры у него в загашниках одна научная статья которая еще двадцатых конце двадцатых вызвала большую критика дальше пошел уже примерно как специфика ну и почему же тогда у кого научное сообщество углевала такой тихо сок либо партийной линии поднялся то есть у него был знакомый с не помню фамилией который как раз таки начал и научное сообщество которое такое замечательное его терпеть потому что в то время принимать голос на лысенко означало идти против партии на тебя автоматически вмешивалось такое обвинение и соответствующие последствия 30-е годы я напомню очень легко было заработать ежной парагонорозы и пойти по этапу